итак я вас приветствую друзья это канал веселый инженер как вы видите мы сегодня на прогулке и я отвечу на вопрос одного из моих подписчиков а именно математика физика химия и черчение насколько важны эти предметы для будущего инженера почему решил ответить именно на этот вопрос потому что он не единственный человек то есть он подписчик который мне его задает и достаточно много раз уже я его встречал поэтому в этом видео будет интересные кадры картинки и информации от веселого инженера по данному вопросу устраивайся поудобнее мы начинаем итак друзья первое это математика насколько математика может вам понадобиться как инженер там математике вы должны изучить основные основные так сказать разделы это расчеты это какие-то разделы геометрии потому что геометрии тоже что-то приближенное к черчению к проектированию да то есть у вас появляется понимание определенных размеров если вы будете заниматься каким-то разработкой и проектирование у вас будет уже какое-то мышление да ты связано и вы будете знать как рассчитать те или иные размеры которые у вас на чертеже будут не обозначены в каком-то случае но сказать что математика архиважно да ну понятно что вы должны уметь считать да вы должны уметь складывать какие-то цифры в уме но считаю что математика ну наверное не первое степенное для инженерно-технического работника именно инженером в машиностроении давайте теперь поговорим насколько важно физика и так физика да что же касается физики конечно она участвует в большинстве процессов которые происходят непосредственно в производстве до этой температурные процессы это и химические и какие-то изменения материалов то есть физика конечно достаточно важный предмет для каждого инженера причем инженера даже не только по металлообработке а инженера к примеру металлургии инженера химии инженера в других отраслях физика достаточно важно ну и стоит сказать что и не все конечно разделы важны настолько что если вы к примеру будете отличник по физике это не значит что вы будете хорошим инженером поэтому физику надо изучать но скажу так без фанатизма давайте поговорим все таки дальше химии и так химия насколько она важна для инженера конечно если вы работаете в какой-то промышленности где именно занимаются покрытиями где надо заниматься лакокрасочными всякими такими работами то для вас это будет наверное определяющий предмет если вы занимаетесь металлообработкой да то есть металлургии то конечно химия но будет важно не настолько опять же в химии очень много разделов которые не понадобятся вам и вовсе не только в инженерном деле вообще в жизни поэтому в принципе химию надо знать тоже базовые вещи давайте поговорим дальше про черчение и так друзья самое интересное что же я расскажу про черчение так вы не ошибетесь если будете полностью поглощать все знания которые вам будут давать по черчению я не говорю про черчением какое-то банальное в школе там где какие-то линии да но с этого можно опять же начать и уже с этим продолжать дальше работать и развиваться конечно в мои годы когда я учился да то есть черчение было карандашом чертили было так достаточно сложно всякие развертки эти до вымучивали эти чертежи сейчас это все намного проще но я рекомендую вам все знания которые вам дают по черчению это будет техникум институт возможно да поглощайте максимально потому что там нету лишних тем там все темы вам пригодятся обязательно в жизни причем независимо будете ли вы работать инженером конструктором или там примеру механиком то есть чертежи все но вы с ними будете работать по начале начальном этапе вы их будете сами делать но потом можете будет будете только с ними работать но опять же эти знания вам ни в коем случае не помешают конечно сейчас программы позволяют делать быстро чертежи то есть различные автокад допустим композда одних самых популярных программ которые сейчас русскоязычные они позволяют делать быстро чертежи уже в соответствии со всеми гостами но в черчение да там вы пройдете достаточно много таких вопросов именно понимание того что вы должны нанести на чертеж и как правильно расположить ту или иную деталь примеру на чертеже какие должны быть линии то есть достаточно такое базовые знания на этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки всем добра пока пока